Этот аппарат стоит того, потому что он реально поменяет вашу жизнь. Когда пациентов спрашивают, чего вы хотите, они мне говорят, хочу как ГОЦы. И раз, два, три. Как ощущения? По его методу я очень давно закаливаюсь. Чем холоднее для меня, тем лучше. Это, наверное, тот аппарат, который дает самый быстрый для моей кожи результат. Это эфирка омоложения, подтяжка кожи. Я из тех людей, которые делают еще ладони. Мы теперь будем выглядеть так, как нас создала природа. Всем привет! Вы на канале ГОЦы. И вот она очередная серия. Для многих она долгожданная. Я тоже рада быть на канале. Я в Киеве, у меня в машине Дэнчик. Мы отправляемся снимать следующую серию. И она у нас на интересной локации и с интересной темой, как кажется мне. Некоторым она не кажется. Таким я опять жалуюсь на Мартину. Ничего не изменилось. Она считает мои темы неинтересными. Поэтому мы немного разбавим чем-нибудь сегодня, например, посмотрим, что у меня в сумке. Но перед этим, поскольку у нас уже не первая серия сегодня, мы заедем перекусить. Вот. Мы захватим еду и отправимся сразу на съемку. Ну, то есть, по сути, вы со мной приведете некоторое время. Поболтаем, что ли? Вы удивитесь, кстати, что у меня на обед. И чебуреки. Если вы видели мой кампейн чебуречный. Я, кстати, очень классно ем чебуреки. Я снимаю тесто, а внутри там много мяса. Поэтому, кто не был в Киеве в министерстве чебуреков, я highly recommended. Потому что можно из любого чебурека сделать корневор или какие-то блюда. Я так и бургеры ем. Да, я сейчас сделаю тут фотку, как я ем бургер. Я обычно прихожу в аэропорт и беру чак-шак. Типа, дабл чизбургер. Прошу у них приборы, сажусь. И вот убираю хлеб, начинаю, значит, есть котлеты. И люди рядом, которые едят свои бургеры, они так на меня посматривают. И сижу, значит, я разрезаю и ем эту котлету чак-шак. Но для меня это номер один выход в поездках, в аэропортах или быстро, где поесть. Вкус булки мне не нравится. Это не то, что типа, да ладно, давай уже, ну что, уже ешь котлеты, съешь булку. Я не люблю бургер вот в таком исполнении. Мне он нравится, авторский, когда котлета онли. Когда тебе из министерства еду подавали, скажи? Я знаю, никогда. Доброго дня! Дякую вам! Так, как вам так порадаться, чтобы было зручнее? Чего вы там наклали мне? С? На пи и сэ. Должен вам дякую. Я припарковалась, отстёкиваюсь. И сейчас я предлагаю быстренько, просто супербыстро заглянуть, что у меня в сумке. С этого, что внутри, мы можем потом развить несколько серий. Это будет очень интересно. Так, самое ненужное я выложу, это быстро покажу. Это мои очки Миу-Миу. Я их взяла с надеждой, что мое лицо похудеет. И когда-то они мне будут по размеру. Но они мне очень понравились. Знаете, как обычно берут вещи на вырост, а я взяла вещи на похудеть. А поскольку сегодня у меня съемочный день, и я собрала кое-какую косметику для того, чтобы привести перед кадром себя в порядок. Это фитотинт сислой. Он как вторая кожа. Я прям не шучу. Он действительно гениальный. Мой цвет лайт беш. И он ложится супераккуратно. В принципе, он незаметен. Те, кто любят эффект, чтобы кожа была более ровной, но при этом не было видно тонального, это ваш вариант. Запомните этот сислой. Я его обожаю. После этого у меня Fenty Beauty Amber. Я им пользуюсь так. Это корректор. Я делаю вот так. И делаю вот так. И растушевываю кисточкой, либо руками. Всегда наношу на подбородок, на нижнюю треть. Можно усилить скульптуриирование. Но я правда не умею. Умею пользоваться только на подбородок и немного на скулы. Бывает, что я еще наношу на верхнее веко. Конечно же, Мартина, для тебя в кадр я взяла пудру. Точнее, кисточку взяла точно. Блин, я забыла пудру. Это капец. Ладно, я достану свой органайзер. Это моя Birkin 30. И вот ее органайзер. Очень удобная штука. Так, здесь у меня есть дополнительный карманчик. И здесь у меня деньги, наличные. Вот. И визитница. Термес. Я выбирала, когда какой хочу. Мне так открыли, показали. Есть такой цвет, такой цвет, такой цвет. Я увидела этот розовый. Он такой прям бледно-пудровый. Я так хлопала в ладоши, говорила, что я хочу. Но я люблю радоваться маленьким вещам, как будто бы это что-то огромное. В общем, я так искренне радовалась, верите, что мой консультант, она была в таком восторге, что через время мне позвонили, сказали зайти в бутик, и они приготовили для меня сумку в этом цвете. Келли 2, мини-келли, 18 сантиметров. То есть им настолько понравилась моя реакция на этот цвет, насколько я могла быть счастлива от этого кошелечка, что вот порадовали меня полноценной сумкой. Вот вам еще один лайфхак. Радоваться действительно маленьким вещам в магазине Hermes, чтобы ваш консультант, сейл-менеджер, захотел сделать вам приятно и презентовать сумку в этом цвете. Так, здесь у меня банка цикорий. Как вы знаете, как и алкоголь, так и кофе – это очень social drink, напиток, который всех объединяет. Те, кто не выходят на бокал шампанского или на бокал вина, те выходят на чашечку кофе. Это стандартно. Ну что, выпьем кофе? И каждый раз, когда тебе предлагают выпить кофе, ты начинаешь его пить. И, соответственно, у меня был период совсем недавно, когда ряд каких-то событий в жизни начали вызывать у меня панические атаки. И, соответственно, непропатолог порекомендовал отказаться от кофе. Но поскольку кофе остается social напитком, социальным таким, я нашла выход и ношу с собой цикорий и прошу просто кипяток. Плюс нет кофеина и очень вкусный вкус. Вкус напоминает мне, знаете, когда я жила на трещине, мы пили в детстве Nescafe, такой растворимый кофе. Так вот, у цикория именно у этого, не знаю, как у других, у него именно такой вкус, как у того растворимого кофе моих выпускных классов. Вот так вот. Мое питание нынешнее – это просто отдельная тема, питание по циклу для всех девочек. Настолько я изучила, что гормональная система наша отличается от мужской. И дело несколько ошибок, о чем я расскажу обязательно в следующей серии. И у меня книга «Метод Нимахофа». Значит, по его методу я очень давно закаливаюсь, обливаюсь холодной водой, купаюсь в холодной воде. Чем холоднее для меня, тем лучше. Прямо без преувеличения, я всегда купаюсь в январе, феврале, ну, то есть без фанатизма, конечно, но по ней я закаливалась. И поскольку сейчас я увлеклась кундалини-йога, у Вимахофа есть тоже классная дыхательная практика глубокого дыхания. Она отправляет в глубокую медитацию, поэтому я взяла перечитать эту книгу. Знаете, это книги, когда их классно перечитывать для того, чтобы обновлять свои знания. Как я уже говорила, да, про панические атаки, поэтому у меня всегда с собой Тулси Чай. Это индийский бергамот. Он обладает успокоительным антистресс действием. Поэтому у меня всегда с собой он есть, чтобы в любой ситуации, когда я чувствую, что у меня начинается сердцебиение, я смогла его выпить, заварить себе. И про Лол таблетки тоже, которые немножечко, они замедляют сердечный ритм. Вот. Это по назначению врача. Так, две упаковочки, даже больше, на несколько дней у меня всегда с собой Елу Про. Это аминокислоты, антиэйдж-терапия в действии. Это аминокислоты, это такие кирпичики, которые встраиваются и соединяют клетки коллагена, эластина и делают кожу более плотнее. Теперь мой дневной рацион таблеточный выглядит вот так вот. Прохожу очень классно и как раз помогая своим гормонам с эндокринологом, с Надеждой Крыжановской. Мы сейчас работаем. Наш курс уже подходит к концу. Как раз завтра чекап. У меня здесь еще энзимы, потому что у меня как раз корневор дни намечаются. При этом я всегда ношу с собой энзимы в эти дни, чтобы не забывать выпить. Корневор дни – это дни, когда я ем только продукты животного происхождения. Это тоже очень интересная тема. Я не на корневор, я просто делаю себе такие дни, конечно же, с особым смыслом. Так, что у меня здесь, не скажу. Нет, там железо. И иммуно-про. Это я начала пить, потому что, смотрю, уже все в масках ходят, поэтому это для иммунитета поддержка. Все, я вам все показала, а теперь мы с вами бежим дальше. Я все это запихиваю, сажусь в кадр. Пудру забыла, но есть кисточка. Блин, удивительная женщина. Ну что же, я добралась до салона в Киеве, это Skin Love Киев. Всех этих девочек я обслуживаюсь многие годы. Вы знакомы уже с Дарьей Анатольевной, мы с ней обсуждали пигментацию. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Наталья, приветствую. Дежурное сердечко, потому что Дарья, мой любимый термонолог, уже много лет, она занималась моей пигментацией. И, знаете, Дарья меняет локации, но я не меняю Дарью. Куда бы Дарья не ушла, я всегда найду, приду. Мы сегодня обсудим машину, на которой Дарья работает много лет. Дарья является тренером на этой машине. Ну и, соответственно, здесь представлен этот аппарат, на который я с удовольствием хожу, как на пигментацию, так и на омоложение. Так же, как я сегодня перед съемкой спросила, Дарья, а давайте покажем, как этот аппарат удаляет сосуды. А Дарья говорит, Наталья, у вас нет сосудов. Мы удалили все сосуды на лице, мы пошли на спину, на руки. И вот Дарья нашла тут какую-то маленькую родиночку, которую в конце мы обязательно покажем, как это работает, насколько это больно, не больно, чтобы вы хотя бы имели представление, как проходит сама процедура. Скажите, пожалуйста, какой протокол, как влияют основные какие-то действия именно вот этой функции этого аппарата? На сегодня оборудование устроено таким образом, что есть широкий спектр выбора параметров, и у доктора всегда есть возможность сделать процедуру минимально травматичной, но и максимально эффективной. То есть, конечно же, на данном оборудовании есть специальная система страховка от негативных влияний самого света. Есть специальные фильтры, есть программы, которые предусмотрены производителем. И, конечно же, в случае, когда речь идет о фотоомоложении, я всегда пациентам объясняю, что фотоомоложение и удаление пигментации, это немножко разные процедуры. А как работает фотоомоложение? Допустим, мы понимаем, что удаление пигментации, вы там щелкаете, там нужно прям так, это не очень больно, честно. Это по холодному гелю, и там такой щелчок, его нужно просто, он доли секунды, его нужно пережить. Как работает фотоомоложение? Я помню, что оно комфортное, вы просто... Принцип физический, принцип тот же. Там определенная длина волны, если наши пациенты или аудитория интересовались, то все лазерное или световое оборудование работает по принципу длины волны аппарата, и каждого аппарата есть как бы своя мишень. То есть длины волны, на которых мы работаем, колеблятся от 500 до 600. В этом диапазоне у нас сосуды и пигмент. То есть если я выбираю программу, которая касается пигмента, у меня там определенные параметры, и свет определенной длины волны встречается с пигментом, происходит реакция, пигмент сгорает и покидает прекрасно вас, и все остаются счастливыми. Если же пигмент не моя цель, я хочу просто простимулировать кровеносные сосуды. Есть определенные программы, на которых я обрабатываю поверхность, активизируются и кровеносные сосуды, и лимфатические, и как следствие пациент получает эффект омоложения. Что улучшение? Улучшение цвета кожи, естественно, лифтинг. Работа сальных желез берется под контроль. То есть сальная железа становится более сокращенна, она вырабатывает контролируемое количество кожного сала, и пациенты отмечают эффект. Кто-то омоложение, кто достаточно молод для этого понятия, с омоложением не стремится, эти пациенты отмечают улучшение качества кожи, а главное — цвета. Потому что основной момент, который приводит ко мне пациентов, это нарушение цветности кожи, то есть дисхромия. Где-то застойное фиолетовое пятно от травмированного акне элемента, или у кого-то просто зачесались руки, или где-то пигментация после солнца, или, возможно, синяки, усталость вокруг глаз. И эта процедура помогает скрыть и такие моменты, потому что это активация лимфатической системы, лимфатические сосуды приходят в тонус, соответственно, мы все знаем, что уходит и отечность, если лимфатические сосуды приходят в тонус, и, соответственно, темные круги под глазами также уходят, и пациенты отмечают прекрасный результат. Дарья, мы должны обязательно обрисовать возрастные рамки. Прекрасно в этом аппарате, без показаний. Без показаний, а вот просто девочка посмотрела и думает, хочу как ГОЦИ, и побежала вас искать. Это, кстати, очень частый запрос, когда пациентов спрашивают, чего вы хотите, они говорят, хочу как ГОЦИ. Тут я, конечно, теряюсь, начинаю что-то выдумывать. На самом деле нет возрастных рамок для данного оборудования, потому что пациенты разных возрастов имеют дефекты и имеют претензии к своей коже. И на данном оборудовании, это комбайн, у меня есть возможность обработать разные моменты. У кого-то высыпание, у кого-то постак, у кого-то розацея, у кого-то акне в активной форме. Он работает с акне в активной форме? Конечно, для каждого пациента есть свой протокол. И я как дерматолог, я практикую амбулаторную дерматологию, у меня много пациентов с акне и с розацией, и этот аппарат как бы закрывает весь цикл. Для меня это удобно, что мне не надо пациента записывать в разные дни на разные аппараты или водить его из кабинета в кабинет, или разрывать процедуры между собой по времени. Мне очень удобно как доктору работать всё в одном аппарате, в одном месте, на одном пациенте. И часто бывает так, что у пациента много показаний. Есть и акне, есть и пигментация. И прекрасно, что обработав одним комбайном, у пациента есть возможность получить максимум позитивных эффектов. Дарья, последнее, это у нас сосуды. Сосуды на лице, сосудная сетка, сосуды на теле. Да, чаще всего вот с возрастом появляются сосуды вокруг крыльев носа. Потом мы пошли дальше. У меня были, когда я таскала, работала моделью, вот эти все раньше бы не было планшетов. И как сейчас суперудобно, что букер твой отправляет всю твою портфолио в виде PDF-ки. Да, и у многих моделей буки тоже сейчас это планшеты. Вот, мы таскались вот с такими буками, большими, там, вот такие тяжелые. То есть настоящие печатные? Настоящие печатные. У меня есть, я вам принесу показать мой слор. Покажите как-нибудь. Там очень интересные. Прям вот такая книга, и ты прямо, агентство распечатывает тебе проффотографии с кампейнами. Вот, и ты, значит, там сменка твоя, обед, и все это ты тащишь. И у меня, соответственно, вот сосуды были, вот помните, да, на плечах, вот где я таскала эти свои тяжелые сумки, там они... Ох, это тяжелое модельное прошлое, господи! Как работает вот эта насадка, что она делает с сосудом? Она его убивает, замораживает? Для каждого лазера есть свой характерный таргет, то есть цель, мишень. Да. В зависимости от длины волны лазер выбирает свой хромофор. Для неодимового лазера длина волны специфическая, он ориентирован на оксигемоглобин и гемоглобин. Поэтому неодимовый лазер является золотым стандартом для удаления всего, что красного, синего и фиолетового цвета. В чем его уникальность? В минимальной травматичности. Вы прошли это на себе, вы чувствуете во время процедуры минимальные негативные ощущения, минимальную болезненность, нет никакой реабилитации, лишь легкое покраснение. Свет встречается со своим адресатом, происходит химическая реакция, гемоглобин сворачивается и, соответственно, сосуд исчезает. И на сегодня появилась уникальная возможность обрабатывать сосуды любого диаметра по телу, на лице, без какой-либо травмы, без каких-либо последствий для пациентов. После истечения 10 минут после процедуры исчезает покраснение, и пациенты говорят, что сосуда нет, покраснения нет, то есть практически волшебство. Есть небольшие нюансы, процедуру, возможно, надо повторить по прошествию какого-либо времени. Такие процедуры довольно уникальные, как удаление сосудов вокруг глаз, темпоральная зона, зона виска часто является эстетическим проблемой, большой для пациентов. И раньше не было возможности обрабатывать эти зоны, потому что оборудование было травматичным. Это был длительный отек, это были риски для мягких тканей, особенно на лице пациенты не хотели на это идти. А вот сегодня есть уникальная возможность обрабатывать эти зоны. В моем случае мы не делали повторную процедуру, все мои сосуды мы удалили ровно за одну процедуру. Там достаточно комфортный такой карандаш с холодной насадкой, поэтому он сначала чуть остужает кожу, ну вот как будто бы льдом дотронулись, и потом маленький такой щелчок. Да, в этом и плюс лазеров на сегодня. В них встроены специальные хладагенты, которые помогают мне сделать процедуру и максимально безболезненной, и максимально безопасной, потому что зона охлажденная перед лазерным воздействием и после никак не реагирует и не проявляет никакие признаки ожога. Что мы делаем? Мы сейчас разгоняем аппарат и щелкаем мне вот эту вот штуку? Да, с удовольствием. Давайте что-то попробуем и покажем аудитории, как это работает. Давайте его включим. Мы сегодня попробуем ударить по лентиго. Это маленький, никому не заметный, кроме меня, наверное. Даже Наталья, вы их сами не замечаете. Нет, я их вот сегодня только увидела. Вот это вот. Мы его уже сняли. Давайте вот его. Вот такое вот. Здесь идет барабанная дробь. Барабанная дробь. И раз, два, три. Как ощущения? Ну, просто чик. Просто чик. Ну, тогда еще раз. Раз, два, три. И третий. Можно взять крупным планом и показать, как оно темнеет прямо на глазах. Вот оно темнеет. Это через 5-7 дней должно исчезнуть полностью. Хорошо. Я запишу на телефон это. Дополнительной обработки никакой не требуется. Главное, самостоятельно, механически не пробовать его отодрать раньше времени, потому что это не в наших интересах. Пигментация не любит дополнительную травму. Надо оставить это в покое и подождать, пока оно на ваших глазах, по истечении какого-то довольно непродолжительного времени исчезнет. Отвалится. Спасибо вам, Дарья. Спасибо вам большое. Дарья, я благодарна. Я вас благодарю. Классный аппарат. Ну что, а мы двигаемся дальше. О, да. Я решила рассказать вам еще про один аппарат, который, в принципе, мне кажется, я занимаюсь его промо лет 6-7. Я делала мой любимый до знакомства с Вивачей. Один из любимых был Скарлетт. Морфеус я никогда не делала. И это, наверное, тот аппарат, который дает самый быстрый для моей кожи результат. Возможно, потому что она уже натренирована на него реагировать. От себя могу сказать, что к этому аппарату нет абсолютно привыкания. Каждый раз, когда я делаю, сейчас я делаю у одного специалиста, соответственно, она подбирает мне параметры, каждый раз ведет карточку, где есть, что мы делали до этого и к чему мы стремимся. Ну и, соответственно, когда я прихожу с определенным запросом, чаще всего это как раз нижняя треть, шея, декольте. Мы хорошо прорабатываем заломы, хорошо прорабатываем нижнюю треть, ну и, конечно же, не обходим без внимания нос, лоб и глаза, но уже на более низких параметрах. Юлия Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Ну, давайте, расскажите, что такое микрониделинг? Микрониделинг РФ. Я должна заметить, что все-таки РФ, одно время его супер все боялись, про него тоже ходили много разных мифов. То есть это аппарат микрониделинг РФ, который доставляет РФ в глубокие слои кожи. Давайте начнем с того, что такое РФ. Да. Это радиофлюенсии лифтинг. РФ-энергия – это тип электромагнитных волн, которые по мере продвижения вглубь тканей рассеиваются, энергия ослабевает. Поэтому, когда появлялись новые аппараты, их работу старались усилить, добавляли LED-терапию, добавляли вакуум, чтобы доставить эту энергию. Но клинические испытания показали, что не всегда этой энергии достаточно, поэтому сделали комбинированную платформу микронидлинга и РФ. Что это значит? Что мы делаем микропроколы манипулой. Иголочки имеют очень маленький диаметр 0,3 мм. Поэтому травматизация кожи минимальна, реабилитационный период тоже очень короткий, что дает нам максимальный эффект. В этом аппарате представлена еще светотерапия. Красный свет нам дает эффект омоложения. Мы тоже стимулируем коллагенез и синий свет мы можем работать с воспалительной кожей, уменьшить воспаление, постакне. Это одно из направлений, с которым активно борется микроигольчатая РФ. Когда вы приходите к специалисту, где бы вы ни были, вы должны обязательно проконтролировать. Специалист при вас должен открыть насадку. Каждая насадка под каждого клиента является одноразовой. Индивидуальная и они стерильные. Это очень важно, потому что, чтобы не возникало никаких инфекционных осложнений, потому что это травматизация ткани, это нужно понимать. При вас специалист должен эту насадочку открыть. И никакие повторные методы стерилизации ее невозможны. Поэтому очень важно, что если вы зашли в кабинет, а вам сказали, ой, мы только до вас ее открыли, это вообще не проходит. Вы сразу забираете вещи и уходите, потому что насадка надевается исключительно, ну вот мне даже делают такое легкое шоу, Наталья. Я здесь обслуживаюсь много лет, но вот всегда, Наталья, вот насадка, вот при вас открываем, вот здравствуйте. При работе по лицу, шее и декольте идет одна насадка, по работе по телу идет совершенно другая насадка. Я из тех людей, которые делают еще ладони, вот я делаю, да, я делаю всегда еще ладони и подмышки. Это вот вещи, которые тоже я обращаю на них внимание. Как проходит эта процедура, нужна ли анестезия? Процедура проходит условно комфортно, люди с высоким болевым порогом могут обходиться без анестезии. Если вы боитесь проведения данной процедуры, можно локально нанести мазь с ледокаином, подождать 20 минут, его смыть и проводить процедуру. Операционное поле манипулы у нас квадратный сантиметр, вот мы делаем импульс, я всегда перед процедурой озвучиваю, что мы делаем импульс, вы морально к этому подготовлены. И потом мы проходимся полностью лицо, при проведении процедуры мы делаем импульс и мы перекрываем на 50% следующий импульс. И так идем, делаем такой каркас. Есть ли противопоказания у этой процедуры? Так как эта процедура считается инвазивной, конечно, противопоказания к ней есть. Они преимущественно стандартные, как и всем процедурам. Это беременность, лактация, онкозаболевания, какие-то хронические декомпенсированные заболевания, сахарный диабет. Если есть травматизация кожи в месте проведения, это тоже будет противопоказанием. Нельзя проводить людям, у которых есть водители ритма, кардиостимуляторы. И если в зоне есть искусственные пластины, суглобы. В возрастной диапазон мы можем проводить процедуру микроигольчатого РФ из 18 лет. Но там будет не с целью омоложения, а с целью, например, борьбы с постакне, рубцами. И до 50-60 лет, в частности. Что в итоге мы получаем от этой процедуры? Ее основные действия? Это эффект омоложения, подтяжка кожи, тургор ее. Можно хорошо проработать морщинки мелкие и средние. И то, что я говорила, работа с рельефом. Если пациент попал не в те руки, самый худший эффект, который он может получить, кроме потери денег, это что? Когда мы работаем по лицу, у нас РФ-энергия подается только на острие этой иголки. Она минимальная. То есть мы не подаем энергию по полностью всей площади иголочки. То есть все травмирование у нас идет все-таки в дерму, а не в эпидермисе. Если будут выставлены агрессивные параметры, которые мы тоже подбираем под каждого пациента, то мы не можем поставить агрессивные параметры на тонкую дегидратационную кожу. Просто будет процесс реабилитации длительный. И это будет довольно-таки травматично. Вот есть такой аппарат, как Морфеус, и все как раз идут за этим эффектом пережженной кожи с длительной реабилитацией. Насколько я знаю, Морфеус делают даже под наркозом, то есть делают седацию. Не знаю, это общий наркоз или просто седация? На Морфеусе, да, может быть процесс реабилитации очень длительный. Если вы посмотрите на пациентов, которые проходили эти процедуры, то у них остаются... Это нелегкая эритема, как у нас после Вивача. Видно прямо следы вколов, возможные кровоподтеки, гематомы. И если будет длительный период реабилитации, всегда есть риск поствоспалительной гиперпигментации. Особенно если человек склонен к этой гиперпигментации, это надо учитывать. Поэтому я, например, сторонник того, что лучше выбрать курс, допустим, 5 процедур, сделать раз в месяц. И потом выполнять поддерживающую процедуру и видеть длительный эффект. Ну, в принципе, я вот в таком ритме примерно вот с микрониделингом живу уже многие-многие годы. Многие производители говорят, что вы можете проходить курс, 3-4 процедуры с интервалом месяц, если работа по телу немножечко дольше. Если вы недовольны результатом, вы можете повторять процедуру. Единственное, все-таки рекомендуется сохранять этот интервал между процедурами не менее 4 недель, чтобы кожа максимально восстановилась. У меня, конечно, по-разному было, но у меня уже кожа закаленная. Я помню, вырывалась в Киев и так, делаем здесь и делаем перед выездом. Наталья, ну вы же уезжаете там через 15 дней. Да, ничего страшного, моя кожа привыкшая. Но я всегда уезжала супер потянутая, довольная. Ну и главное, что мне этого хватало вот на всю поездку. Я больше там не искала, где это сделать. Скажите, а можно ли микронидолинк РФ сочетать с ботулинотерапией и с филлерами? Как и все тепловые процедуры, длительность работы ботулинотоксина будет сокращаться. И это же касается и филлеров. Не то, чтобы у вас произойдет полностью биодеградация филлера сразу после процедуры, но вы должны это учитывать. Поэтому при прохождении курса мы рекомендуем сначала пройти курс из процедур, которые вам назначил врач. И потом ставить ботулинотоксин в себе, куда вы хотели. И делать инъекции филлером на основе гиалуроновой кислоты, если они вам еще будут нужны. Хорошо, но я знаю точно, что у всех врачей есть какой-то секретный протокол. Когда совмещать процедуры, ну или, допустим, в наше время все хотят за короткий срок все сделать и дальше бежать. Что бы вы рекомендовали, ваши какие-то секретные, с чем можно сочетать микронидолинк РФ для лучшего результата? Микронидолинк РФ можно сочетать с мезотерапией, с биовритализацией. Можно делать в один протокол СМАЗ, но единственное, мы сначала проводим процедуру СМАЗ лифтинга, а после нее мы проводим микроэгульчатый РФ. Мы очень любим комбинировать микроэгульчатый РФ с полинуклеотидами. Это препараты на основе ДНК тихоокеанских лососевых рыб, которые стимулируют нам рецепторы кератиноцитов и фибробластов. В последующем дают очень хорошую регенерацию кожи. Так как мы ее травмируем после процедуры, это запустит методическое деление клеток, которое даст нам потрясающий эффект молодости кожи, потянутости. И вы будете довольны. Я знаю этот эффект. Спасибо вам большое. А мы продолжаем. У нас еще один аппарат впереди. Ну что, шел 12-й час съемки? Сейчас, сейчас. 12-й. 12-й. Команда уже рыдает. Хорошо нам шаурму подкинули, а? Да. А я свою еще не съела, ребята. Ну что же, девочки, не буду вас задерживать. Последний аппарат, вам это нужно пережить, но вы должны обязательно об этом узнать. Этот аппарат стоит того, потому что он реально поменяет вашу жизнь. Это эпиляция по телу, удаление волос. Лариса является тренером по этому аппарату также. То есть, видите, меня окружают просто самые лучшие люди, специалисты, специалисты, мастера своего дела и увлечены, и любят своих детей, вот этих вот аппаратов, так же, как я люблю все, чем я занимаюсь. Извините, теперь я дам вам слово. Ну, меня год не снимал, и теперь же меня не остановить. Действительно, это прекраснейший аппарат. Не зря его так любят мои коллеги, подчеркнув, в первую очередь, именно врачи-специалисты, потому что в работе он имеет определенные особенности, которые дают нам возможность гарантировать для пациента потрясающий результат, и, что самое главное, провести процедуру максимально безопасно. Потому что, в первую очередь, любая эстетика – это все-таки про здоровье. Вот по этому поводу у меня есть вопрос, потому что существует миф, что лазерная эпиляция и вообще все виды лазера по телу, что они вредны для здоровья, что они проникают во внутренние органы, что-то там с ними делают негативное. Расскажите, пожалуйста. Лазерный луч – это всего-навсего концентрированный луч света, обычного света. Самый важный такой часто задаваемый вопрос, для девочек действительно важно об этом подумать, и люблю пациентов, которые спрашивают и уточняют на самом деле. Это момент работы лазерного луча и насколько он сильно влияет на внутренние органы. Каждый аппарат, каждый луч имеет свою длину волны, во-первых, и, соответственно, имеет свою цель, свой хромофор. Если говорить об аппаратах лазерной эпиляции, кроме пигмента, который находится в волосяном фолликуле, внутридермально, больше он ничего прогреет не в состоянии. То есть если вы переживаете о том, что лазерный луч окажет какое-то воздействие на внутренние органы, на органы мочеполовой женской системы, то, естественно, это очередной миф, раздутый, ну, скажем так, людьми, либо не совсем имеющими отношение к медицине и к лазерной физике в частности. Это максимально безопасно. То есть лазерную эпиляцию можете делать смело. И еще один миф, что лазерную эпиляцию делать бесполезно, что ты ее все равно делаешь, проходишь 10 курсов, походил-погулял и потом все заново начинаешь. Что после лазерной эпиляции, вот у меня волосы растут еще жестче, еще длиннее, еще чернее, еще гуще. Так ли это? Очередной миф. Но на самом деле тут есть, скажем так, две стороны. Первый момент. Когда вам в какой-то клинике специалист заявляет о том, что при помощи лазерной эпиляции он удалит вам все 100% волос на теле, это, скажем так, его маркетинговый ход и его желание заполучить вас в качестве пациента своего. Но после курса лазерной эпиляции нормальной ситуацией остается 10, может быть, в некоторых случаях 12% волос на зонах, которые вы проработали. Это максимально комфортный пушковый волос, который, в принципе, вас не раздражает, не триггерит. Эстетически практически такое количество волос на проработанной зоне незаметно. И, соответственно, для девушки, женщины, которая прошла, завершила полный курс, это максимально комфортно для жизни и визуально, и, в принципе, кто спорт любит и так далее, со всех сторон гигиены обычная человека. Второй момент – это в зависимости от лазерного оборудования, от его ресурса, от его возможностей, от его мощности, с некоторыми проще отработать с темным волосом. Это достаточно простые, скажем так, в работе пациенты. На них максимально яркий эффект при любом формате лазерного оборудования. Самые сложные для нас девочки – это девочки, которые имеют тонкие, светлые, малопигментированные волосы, это девочки-блондинки. И отдельная категория максимально сложных пациентов – это девочки, которые имеют красный пигмент, то есть рыжие волосы. Для них просто разница в том, что курс несколько затягивается. И, соответственно, если такой пациент принимает решение для себя, что все-таки хочет избавиться от волос на теле, должен понимать, что это будет несколько дольше, и по количеству процедур будет больше, чем, к примеру, если мы равняемся обычно на свою подругу, соседку или того, кто нам порекомендовал. Лариса, скажите, а вот с этим трендом бодипозитива и всех других позитивов, я их не выучила, потому что не следую им, но в целом есть ли спад клиентов, потому что, допустим, мы теперь будем выглядеть так, как нас создала природа. Я не осуждаю, это выбор каждого. Мне просто интересно, если такой тренд замечен специалистами. Возможно, в каких-то регионах или для какого-то отдельного менталитета людей такая позиция близка, но если говорить конкретно о Киеве, о Украине в частности, я бы сказала, что тенденция кардинально противоположна. То есть все больше и больше девушек, женщин приходят к тому, что хотят убрать волосы на теле. При появлении таких комфортных аппаратов, таких безопасных аппаратов, их количество, конечно же, возрастает, уходит проблема, вам не нужно терпеть ужаснейшие ощущения во время процедуры, то есть пациенты решаются на это проще. И плюс ко всему расширилась категория потенциальных пациентов за счет того, что появилось лазерное оборудование, которое максимально качественно и комфортно позволяет провести процедуру. Добавилось огромное количество мужчин. Вот я хотела спросить, что насчет мужчин, являются ли они вашими клиентами? Да, мужчин на самом деле у нас очень много. И дело в том, что они уже рекомендуют подобную процедуру друг другу, проходят первичный страх. Мужчины рекомендуют. Рекомендуют, да. Это очень может звучит по-особенному, но тем не менее. Главной проблемой это страх болевых ощущений. После того, как они тестируют на маленькой зоне, пробуют, насколько это комфортно, они действительно расслабляются, начинают доверять доктору, и уже после первой процедуры наслаждаются максимально ярким результатом. А давайте, пожалуйста, сейчас его включим и покажем, как проходит процедура. Вот буквально на моей руке. Давайте. Вот. Я, кстати, чтобы вы знали, делаю и затылок. Вот я сколько ношу короткую стрижку, поскольку у меня очень низкий, глубокий рост волос и растут достаточно низко к шее. Вот. Мы с Ларисой подбиваем затылок, да, и в принципе... Это выглядит очень аккуратно. Да. И у меня получается очень ровный, как будто бы срез. И мы уже давно не делали, потому что уже нет потребности, волосы практически не растут. Мне кажется, я сейчас познакомила вас просто с самой безболезненной лазерной эпиляцией, которая существует на планете Земля. Вы видите, у меня здесь загар, и здесь нет абсолютно никаких противопоказаний по цвету кожи. Единственное, что когда я прям возвращаюсь с моря, мы берем недельку-полторы отдыха. Да, даже меньше, возможно, да. Даже меньше. То есть несколько дней, если загар максимально свежий, и вы только-только прилетели, буквально там 3-5 дней максимум, будет вполне достаточно для того, чтобы вы безопасно смогли провести процедуру. И любой фототип кожи не является каким-то ограничением для работы на аппарате Мотуса Икс. А я помню Санта, когда пришла по моей рекомендации, демополусы, она, блин, мне потом благодарила, она очень удивлена была. Да, она была удивлена, потому что она же совсем темненькая. Спасибо вам, что вы посмотрели эту серию. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, благодарность моим докторам-специалистам, которые ухаживают за мной, за моей внешностью, за моим телом. Ну и мы с вами прощаемся до следующей серии. Буду готовить для вас что-то интересное. Целую, ваша Гоцень.